Важного и полезного витамина. Всем известно, что в детском возрасте дефицит витамина D приводит к развитию такого тяжелого заболевания, как рахит. Но мало кто знает, что это заболевание может встречаться не только у детей. Остеопороз заболевания, которые встречаются у пожилых людей, часто связаны с дефицитом витамина D в питании. Либо с недостаточной активацией витамина D в результате дефицита ультрафиолета. Хронические мышечные боли, проблемы с зубами, ломки или слоящиеся ногти и волосы, потери аппетита, снижение веса, ощущение сжения во рту, бессонница и ухудшение зрения. Все это может быть связано с дефицитом витамина D. Ничего себе, доктор. Дело в том, что если после 50 человек обнаруживает у себя такие признаки, как выпадающие волосы или волосы становятся ломкими, начинают слоиться ногти, крошатся зубы, человек считает, что это просто первые признаки наступающего старения. Но зачастую это связано с тем, что есть дефицит гиповитаминоз витамина D. Американские ученые, проводя исследование, обнаружили, что у 57% людей, поступающих в больницу с теми или иными расстройствами, есть гиповитаминоз витамина D, то есть его недостаточно у человека. И в 60% у пожилых людей. Перед началом программы мы попросили некоторых наших зрителей сдать кровь на содержание витамина D. Давайте посмотрим, как это было. Целая очередь желающих выстроилась сдать кровь на витамин D. Мы видим, как медсестра берет кровь, меняет иголки и вновь набирает кровь в пробирке. Далее их везут в лабораторию и отдают лаборанту, который должен поместить кровь в центрифугу, чтобы получить сыворотку для прохождения дальнейшей обработки. Образцами заполняют планшет, затем инкубируют и промывают, чтобы планшет с сывороткой очистился от всего лишнего. Таким образом, сыворотка проходит три похожих этапа. Планшет с реагентом, термостат, промыватель. После всех этих процедур образцы помещают в фотометр для считывания результатов. А у нас уже есть, я так понимаю, результаты анализов, и я приглашаю нашего эксперта. У нас в студии не любен Владимир Николаевич. Кандидат медицинских наук, врач высшей эквивалюционной категории, заведующий клиникой диагностической лаборатории. Пожалуйста, давайте посмотрим результаты анализа. Давайте посмотрим. Значит, у большинства пациентов результаты анализов показали норму, а вот три пациента дали результаты нам ниже нормы. Пациентка Ефремова. Ефремова есть, дали? АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу вас к нам, обойдите. Так. Вот сюда. Пациентка Игнатова. Ну. И еще одна пациентка Семенкова. Результат 44,2 наномоль на литр. Семенкова. Есть такая у нас зрительница? Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, у кого меньше всех витамина Д? У пациентки. Игнатовой. Игнатовой. Совершенно верно. Угу. Я. Вот вам следует обратить внимание на свое здоровье. Во-первых, нужно обследоваться достаточно подробно на, так сказать, предмет, почему содержание витамина Д у вас в сыворотке достаточно низкой концентрации. Хорошо. Спасибо, доктор. И ни в коем случае нельзя пускать это дело на самотек, потому что, доложу вам, что дефицит витамина Д – это не только морщины, не только проблемы с ногтями или волосами. По медицинским исследованиям, дефицит витамина Д часто сопутствует достаточно серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы и нервной системы. Например, при рассеянном склерозе очень часто встречается дефицит витамина Д. Поэтому обследование надо пройти в кратчайшие сроки и установить причину этого. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Присаживайтесь. А вы нет, нет, вы не уходите. Куда вы собрались? Идите сюда. И мы решили провести вот такой небольшой конкурс. В каждом из этих ящиков есть нечто, что дает витамин Д вашему организму. И вы можете выбрать тот ящик, который вам больше понравится, и то, что в нем лежит, забрать с собой. Давайте начнем с вас. Как вас зовут? Надежда. Какой ящик вам по душе? Второй. Так, этот ящик ваш. Да. Ваш какой будет? Третий. Вот этот? Да. Так, вставайте напротив своего ящика, чтобы мы знали. Ну, а вам достался, достался без выборов. Вставайте напротив него. Я бы на вашем месте не торопился расстраиваться, потому что именно с него мы начнем и удостоверимся, что там лежит не такая уж плохая вещь. Ну-ка, открываем. А что же там лежит? А лежит там рыба. Ой, как она пахнет. Ой. Дело в том, что рыба, жирная рыба, является великолепным источником витамина D в питании. Не зря в детстве нас старательно пичкали рыбьим жиром, потому что это действительно один из наиболее насыщенных источников витамина D в нашей пище. Ну что же, посмотрим, что у нас во втором ящике. Это уже ваш ящик. Итак. Посмотрим, что там. Ну. Наши любимые продукты. Вот они. Сметана, сливки, сыр, яйца. Да, и это тоже великолепный источник витамина D в питании. Регулярное употребление этих продуктов приводит к тому, что количество витамина D увеличивается. И вот те неприятные последствия, которые возникают из-за его дефицита, они становятся вам не опасны. Вы едите сыр, яйца? Да, конечно. Но, наверное, в недостаточном количестве. Ну, как часто, например, сливки-то, ну, точно, каждое утро, наверное. Вы знаете, я еще прошла обследование на холестерин, и мне сказали ограничить эти продукты. Вот оно в чем дело-то. Да. Вам сказали ограничить эти продукты, и у вас ушел витамин D. Да. Да. И надо понимать, что когда вы ограничили эти продукты, вы, наверное, для компенсации этого количества рыбы в питании не увеличили. Нет. Нет. Не увеличили. Вот это называется перекос в питании. Пытаясь лечить одно, человек зачастую ухудшает что-то другое. А на самом деле, вот такие состояния, когда из-за резких перекосов в питании у человека витамин D резко снижается, это достаточно серьезные последствия может иметь. Посмотрим на экран. Пожалуйста, давайте посмотрим, что же происходит с организмом, когда в нем не хватает витамина D. Витамин D. Это усвоение кальция в кишечнике. Если его не хватает, кальция не усваивается. Наши паращитовидные железы выделяют гормон, специальный гормон паратереоидный, который начинает разрушать костную ткань. Это происходит из-за того, что дефицит кальция, спровоцированный недостатком витамина D, вызвал вот такие последствия негативные. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и коль уж мы раскрыли тайну относительно того, как витамин D становится активным, давайте откроем третий ящик. Тайна третьего вашего ящика. АПЛОДИСМЕНТЫ Что же мы там увидим? Ну, примерьте. Ой, ой, это вам. Панамочку. Это вам. Солнцезащитный крем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все атрибуты пляжного воздуха. Пора в Сочи вам. Пора в Сочи. АПЛОДИСМЕНТЫ Но только я рекомендую вам солнцезащитным кремом не злоупотреблять, потому что он-то как раз блокирует поступление ультрафиолета в верхние слои кожи и переводу витамина D в активную форму. Поэтому загорайте, естественно, не под прямыми солнечными лучами, дозировано, но это сделает витамин D активным и, соответственно, предохранит вас от многих болезней. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз обратим внимание на наш экран. Давайте посмотрим. Солнечные лучи попадают на кожу и заставляют витамин D, который в про-форме есть в нашей коже, становиться активным. И вот уже именно этот активный витамин D влияет на состояние нашей кожи, на состояние наших костей, на сердечно-сосудистую и нервную систему. Вам понятны рекомендации, доктор? Понятно. Спасибо. Понятно, да? Спасибо, да. Спасибо. Спасибо вам. Прошу вас, присаживайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что же, доктор? Представляете, витамин, да? То есть, казалось бы, большинство людей относится к витаминам достаточно пренебрежительно, они продаются во всех аптеках. И люди считают, что у них этих витаминов хоть залейся. На самом деле, зачастую каких-то витаминов может не хватать, и дефицит всего лишь одного витамина может приводить к большому количеству заболеваний. Витамин D можно получить из рыбы, из жирной рыбы, из яиц, из сливок, из сметаны, из сыра. И обязательно при этом получать, пусть небольшую дозу ультрафиолета, для того, чтобы этот витамин становился активным и мог влиять на наше с вами здоровье. Спасибо, доктор. Ну что же, срочно все на пляж за витамином D. Это была рубрика «История болезни». Это была рубрика «История болезни». Это была рубрика «История болезни». Спасибо. Спасибо. Спасибо.